Добрый день, дорогие учителя, родители, коллеги, читатели, слушатели! Мы снова в эфире. Меня зовут Артём Соловечик. И я сегодня здесь с пятиминутными новостями с точки зрения образования от объединённой издальской группы «Трофа, Винтана, Граф». Идея этих новостей в том, чтобы мы, входя в класс, были готовы к разговору с детьми о большом мире и понимали, что мы делаем, когда мы готовим их к большому миру. Новостей каждый день много, и много образовательных новостей, но сегодня, мне кажется, самое важное, о чём надо поговорить, это о том, что сегодня, 27 января, Международный день памяти жертв Холокоства, этот день был установлен в 2005 году, недавно, но относительно недавно по отношению к тому событию, к тем ужасным преступлениям, которые были совершены тогда, когда нацистское государство существовало ещё, да, и задалось идеей отобрать людей на правильных и неправильных. И инициатором Международного дня памяти жертв Холокоства выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а с авторами ещё более 90 государств по всему миру. Этот день выбран потому, что в этот день советская армия вошла в этот лагерь и освободила тех, кто там ещё остался в живых. Этот лагерь называется самый крупный или самый страшный лагерь смерти Освенцем, Аушвиц. Это комплекс лагерей, в который входит и лагерь смерти Аушвиц, Буркенау и Аушвиц-Буркенау. И самое, может быть, впечатляющее, что на воротах этого лагеря стояла надпись, что труд освобождает. Нам очень важно говорить про это и про подобные случаи в истории человечества, потому что рождение такого феномена возникает гораздо раньше, чем нам кажется. Не тогда, когда государство нападает на другое государство, не тогда, когда люди пытаются что-то завоевать или поделить, а тогда, когда мы в воспитании, в школе, тем или иным образом применяем, с моей точки зрения, насилие и в этом смысле учим не только тому, чему мы учим, но учим и насилию. Когда педагоги-новаторы выступили своим манифестом в 1986 году, манифестом педагоги сотрудничества, там шла речь о том, что надо научиться так давать детям знания, чтобы не ущемлять их достоинства. Ущемление достоинства ребенка является ключевой проблемой, которую точно нужно избегать, когда мы работаем с детьми. Поэтому я не буду говорить так уж жестко, что лагерь начинается с того, как мы воспитываем детей. Я не думаю, что там такая прямая связь, наше общество гораздо более сложное, но мы должны всегда помнить, что самое главное достоинство ребенка, достоинство ребенка, тот, чье достоинство, тот человек, чье достоинство в детстве не было ущемлено, не было уязвлено, вырастает в человека, который не способен на то, чтобы кого-то отбирать. Всякий отбор плох. Лучше, хуже, умнее, выше, даровитее. И даже когда мы выбираем детей более одаренных для того, чтобы больше на них сил потратить, может быть, и в этом тоже есть, мы должны очень внимательно подумать, есть некоторый путь к такому отбору в будущем, по крайней мере, в душах детей. Мы не должны это делать труднее, когда не отбираешь учить, но надо преодолеть эту трудность в детстве, чтобы потом эти трудности не обрушились на нас в виде такой катастрофы потом, когда мы все вырастаем, становимся взрослыми. Ну и сегодня 260 лет со дня рождения Моцарта. Моцарт родился 8 января 1556 года. Да, в той культуре рождалось и лагеря смерти, но та культура давала нам и фантастических, великих людей и композитора Моцарта. Поэтому дело не в том, какая культура, дело не в том, кто автор того или иного ужасного события, а дело в том, как мы это понимаем, чтобы нам еще раз не оказаться в той же самой ситуации. Итак, мы воспитываем детей, мы даем им знания, мы работаем вместе с ними, не ущемляя их достоинства. Объединенная издательская группа Драфа Винтана Граф запустила проект по переосмыслению современного учебника, не потому, что учебники сегодняшние плохи, а потому, что новый мир требует новых подходов к воспитанию и образованию. И в том числе для того, чтобы мы все вырастали очень достойными людьми, уважающие достоинства других, кто вокруг нас, независимо от цвета глаз. Доброго нам всем дня! До следующей встречи!